ну что дорогие мои друзья прошли две недели нашего практикума интенсива мы с вами очень много что осознали поняли прочувствовали мы с вами прочувствовали то какие мы есть на самом деле мы увидели путь души мы с вами смогли погрузиться в свои болевые точки постучаться в дверь по имени душа очень многие вещи просто замечательно срезонировали в нашем вот в этих первых двух неделях но все-таки я долго сомневалась на эту тему но я думаю что самое главное все таки тема для женщины для женского сердца это любовь я вспоминаю свою замечательно любимую книгу джека лондона которая называется маленькая хозяйка большого дома эта книга которая одна из любимейших моих романов которая потрясла меня и осталась навсегда в моей памяти и я помню эти замечательные строки из этой книги о сердце мужчины женское сердце и пусть шатрах моих свет погас но у края земли занимается утро и весь мир ожидает нас джек лондон это один из необычайных мировых классиков который так тонко раскрывал человеческие души и судьбы мартины иден дочь снегов книги в которых ты погружаешься в глубины в глубины архетипического сознания и везде его главной ключевой темой как в принципе у всех практических классиков мировой литературы является любовь любовь мужчины к женщине любовь женщины к мужчине любовь между людьми которые не могут быть вместе любовь между теми кто по какой-то причине потерял свою половину а может быть не встретил в этой жизни или встретил но уже поздно эта тема становится одной из самых красивейших если мы сможем ее передать без личных и интимных подробностей потому что сейчас эта тема очень сильно профанирована и очень сильно скажем так принижена любовь сейчас растоптана мы видим похоть мы видим собственность мы видим ревность мы видим борьбу за обладание но мы не видим любви и никто не задумывается о том что есть истинное понимание этого слова любовь люди бога ведают когда ты в своей половине в своем мужчине или в своей женщине видишь божественное начало когда перед тобой человек находящийся рядом становится источником вдохновения источником света источником красоты и каждый из нас мало когда думает о своем партнере о том с кем мы идем по жизни с точки зрения действительно посланного свыше тебе учителя в другом мужском или женского воплощение мы живем рядом и порой не замечаем друг друга мы не умеем благодарить мы не чувствуем поддержку мы в основном выдвигаем претензии и выставляем стоимость мы выставляем стоимость за то чтобы нам провести с нами время мы выставляем стоимость за приготовленную пищу за то чтобы быть с нами рядом но мы мало и не всегда понимаем что тот человек который идет тихо рядом с нами в какой-то момент может просто уйти из этого плана уйти из нашей жизни и тогда мы остаемся наедине со своим собственным глубинным одиночеством и осознанием что вот именно это время именно этот человек был моей поддержкой опоры моим трамплином возможно тем кто давал мне веру надежду любовь и ресурс и говоря о любви хочется сказать что мы постигаем любовь то ведь не только к тому человеку с кем мы живем начиная впервые осознавать себя в женском теле как правило сейчас женщины пишут мы понимаем что вокруг нас все есть любовь и любовь к мужчине которая перерастает дальнейшем в любовь к детям в любовь к богу это все истинное настоящее миропонимание идущее сердце когда у тебя отсюда вырастает цветок и он своими лепестками своими энергиями тянется к тому человеку который находится рядом с тобой и даря любовь неся другому отношения отнести другому что-то каждый из нас на самом деле получает именно это в ответ хочешь любви подарили любовь хочешь заботы подари заботу хочешь денег сделай что-то материальное для того человека от которого ты что-то хочешь получить сделай ему подарок хочешь чтобы тебя слушали иногда задавай вопросы научись сам слушать любовь это то что люди утратили и сейчас мы так редко на самом деле способны и ощутить моей жизни как в жизни я думаю многих были разные этапы отношений разные чувства разные уровни взаимодействия но пройдя всю свою жизнь человеком с которым у меня родились дети выросли с которым мы проживали трудности разные периоды наших отношений я могу сказать что я смогла увидеть в нем божественное начало несмотря на то что каждый человек является обычным человеком именно тот кто находится с нами рядом является нашим зеркалом и дает нам понимание а в чем мы-то сами еще не совершенны и когда человек достигает этого понимания приходит к этому самосовершенствованию именно в этот момент его любовь перерастает в нечто большее и когда приходит время расставаться она все равно так или иначе приходит рано или поздно каждый из нас приходит в этот мир один и уходит из этого мира один и когда вот приходит это самое время мы с вами вдруг понимаем насколько ценно было то и как мы это конечно же не поняли у талькова и замечательные стихи и замечательная песня где он говорит о том что не своевременность вечная драма где есть он и она чистые пруды много безграничное количество примеров и образов все они взяты из жизни все эти сюжеты реалистичны никто никогда ничего не может придумать потому что все есть вокруг нас и все есть любовь и каждый из нас погружаясь в понимание этого понятия на самом деле способен развить удивительное мировосприятие восприятие в котором мы с вами можем стать я думаю на одну ступенечку ближе к богу к творцу создателю к разуму этой вселенной и я думаю что исходя из этой огромной безграничной и безусловной любви в этот мир приходит